Сегодня утром выехали из Тольятти, едем в еще один город на Волге, это Чебоксары, там денечек погуляем, потом выезжаем в Южкоралу, тоже денек погуляем, ну и двинем в Казань, потом обратно в Тольятти. Так что вот такой вот небольшой тур по Павловскому городу. Ну вот спустя 6 часов на автомобиле из Тольятти доехали до Чебоксар, а сейчас вот вышли как раз на пешеходную улицу, улица называется Купца Ефремова, еще в Чебоксарах у этого купца очень много всяких различных зданий, которые он построил или спонсировал. Ну вот это вот еще раз повторюсь, такой вот арбат, он совершенно не длинный, ну который вот идет уже спуск к набережной Чебоксар. Тут я насколько понимаю, какое-то историческое здание, оно сейчас на реконструкции. Находится одна из достопримечательностей улицы Купца Ефремова, скульптура маленького принца, который путешествовал, путешествовал, но все равно всегда возвращался в свой дом. Ну короче, это символ путешествия. Сейчас мы находимся на главной площади Чувашской республики, это Красная площадь, она была примерно 100 лет назад создана и 100 лет назад как раз была провозглашена на ней независимость Чувашской СССР. Ну а собственно говоря, та площадь, которую мы видим и сейчас, это подарок к 100-летию, собственно говоря, образования. Каждая кабинка данного колеса обозрения называется в соответствии со стилем музыки. Вон там вот кабинка хип-хоп, блюз, джаз, эви-метал, не знаю, есть ли там внутри звуковое сопровождение, но все равно прикольно. Как и говорил, в каждой кабинке присутствует свой музыкальный стиль, здесь вот в кабинку попалась рок, так что здесь играет рок. Сядьте в другую кабинку, будет другая музыка. Вот этот вот залив, который внизу, он здесь был не всегда, он искусственно создан. Когда строили Чебоксарскую ГЭС, соответственно, вот он был здесь образован. Так что вот сейчас это вот такая местная, замечательно, здесь вот, кстати, лодки плавают, там фонтан в центре, надо, кстати, покататься. Можно вот так сделать, оп-оп-оп, туда. Кстати, колесо уже наверху, сейчас пойдет вниз. Прямо как в Дубае фонтан, ну почти. Там вот если на катамаранчике, мне кажется, поплавать, там прям освежает, потому что разносит эту водичку ветром. Прямо самое то, в такой жаркий день. Вот этот вот пешеходный световой мост, он очень красиво подсвечивается в вечернее время суток. А там вот получается уже автомобильный мост. Действительно, как сказал какой-то один из блогеров, который осмотрел, что мост похож на Карлов мост в Праге, там тоже постоянно туда-сюда люди ходят. Трафик такой здесь оживленный. Ну и, соответственно говоря, мост ведет к символу Чувашской Республики современному. Вот этой вот скульптуре. Опять забыл, как она называется. Сейчас подойду, точно скажу. Вот мы подходим к современному символу Чувашской Республики, монументу матери покровительности Чувашского народа. В 2003 году монумент был установлен, и, как сказал первый президент Республики Чуваший Федоров, что очень много памятников богам, великим людям. Но этот памятник, он посвящен именно матери. Ну, так вот, необычно. Да, действительно, Чебоксар очень благоустроенный город, хотя бы только по центру гуляли. Ну, вот смотрите, с обратной стороны набережная сейчас находится в процессе реконструкции. Так что вот с этой стороны не очень все презентабельно выглядит, но хотя бы надо же когда-то это делать. Просто сейчас здесь открыт проход для людей, потому что, насколько я понимаю, там лодочная станция. И вот здесь ходить, конечно, не очень комфортно. Ну, чего не сделаешь ради того, чтобы покататься на лодочке и освежиться в такой же архитект. Я тоже очень часто встречал комментарии, что, мол, в Чувашии все на родном языке говорят, в отличие от Татарстана, где практически везде русская речь. Ну, вот я здесь хожу, я пока что, кроме песен на чувашских кафешках, ничего пока такого чувашского не слышал. Наверное, здесь просто одни туристы, а местные от жары скрываются в своих квартирах. Вообще кайф. Руслабон. Руслабон. Ну, в принципе, все достопримечательности Чебоксара, они здесь вот так вот компактно расположены. Вокруг Красной площади, набережной, новой. То есть, если именно вот их посещать, то можно обойти, я думаю, в течение четырех часов, если не останавливаться так особо. Ну, а если так вдумчиво походить, посмотреть город именно где-нибудь там, именно в жилых районах, это уже дня не хватит. У меня, конечно, вот именно такой формат был. В основном, ну, сейчас после шести часов езды сюда как-то так сумбурно все получилось, ничего особо не рассказал. Ну, завтра еще и Юшкорла сюда добавится, так что что-нибудь нарежем. Вчера вот вам я рассказывал про речной порт Тольятти. Здесь вот речной порт Чебоксары. Также отходят экскурсии на корабликах по Волге. Здесь она тоже достаточно широкая. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Весной В скором времени тоже туда сейчас направляемся Уже покажем ее летом Ах, летом ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok